Привет, мои хлопки, привет, мои хорошие грязки. Сегодня с вами снова я, Тик Гранат, и я решила сделать обзор с комментариями на свой очень старый дневник. Вот так он выглядит. Это 2013-2014 год, кажется, я уже сама не помню. На него вода попадала, и поэтому вот такие вот разводы остались. Он уже весь потрёпанный, стёртый. И вот здесь вот можно видеть, как он истерпался, где он только не был. Он ездил со мной в Хельсинки и в Москву ездил. Вот, и падал много раз, в сумки таскался. Так что он такой у нас видавший виды, да, как говорится. Это ручная работа от Нади Чай, когда она ещё делала блокноты. И я успела заказать этот блокнот у неё. И для меня это очень ценно, потому что я очень люблю Надюшу, и мы знакомы с ней лично. Вот, и это такой вот, можно сказать, как подарок остался у меня. Вот, полностью мой дизайн. Как и я хотела, она всё сделала. Позади у нас выглядит вот так. Море. Всю картинку я сама выбирала. Форзес у нас выглядит вот так вот. Очень нравятся мне вот эти вот две иллюстрации. Я решила их здесь сделать. Иногда киты больше меня, иногда я больше китов. Вот. Так что так вот. Здесь даже велосипед есть. С обратной стороны выглядит точно так же. Форзес, только вот вода попала, как я уже говорила. И он выцвел. Итак, давайте же приступим к просмотру. Здесь пусто. Вот так вот склеены странички, чтобы он не разваливался. Итак, первый... Ага, это значит не тринадцатый, это четырнадцатый год. Двадцать тридцать в апреле четырнадцатого года запись. Почти уже вот будет дата скоро. Здесь наклейка у нас из Библии наклеена. Просто рисунки. Мне очень нравится, как я оформляла этот дневник. Вот. Очень-очень. Это был мой первый дневник, который я так оформляла. Всякими просто скетчами, зарисовками. И, честно, я не помню, о чём здесь вообще записи. Здесь записи о том, как я получила загран паспорт. И всякие наклейки. Вот эту ресурсу очень я люблю. Вот. У меня есть открытки, с ней я продаю. Потом здесь фотография. Вот. Рассвет у нас в Смоленске. У меня здесь запись о том, что я узнала, что Бодя и Аня Коррегену расстались. И у меня был просто шок, потому что я вообще, я меня очень сильно восхищалась. Они были для меня примером отношений херстианских. Вот. И что-то в тот момент, когда я узнала, во мне, просто не знаю, сломалось, наверное. Я была в шоке, действительно. Вот видно, как он разваливается тоже уже от старости. Что здесь расклеивается, ниточки тоже рвутся. Это тоже Смоленск. Тоже люблю эту иллюстрацию очень. Она сейчас прям вот идеально. Мое состояние передает девочка, которая пишет письма. Грустит очень сильно, ждет сообщений, но ничего не приходит. И гусик символизирует, как бы, поддержку лучшего друга, внутреннее что-то такое, то, что помогает легче переживать тяжелые моменты в жизни. Такой мишка. Я его откуда-то срисовывала. О тоске запись. Потом тоже это я срисовывала с фотографией какой-то. Потом просто весна, запись про выходные. Это тоже я откуда-то срисовывала, это не моя иллюстрация. Просто очень понравилось, и я решила ее сюда зарисовать. Такой вот котик-печенюшка. Это пёрлы из интернета, из ВК, где-то какие-то записи смешные. Ммм, все, поняла. Да, это такие записи, я переписывала, убийственные. Например, короче, там было какое-то приложение ВК, он анализирует мою страницу по записям, по словам, которые чаще всего встречаются. Вот, и потом делает, типа, не стишки, а какие-то посты о том, что меня символизирует. И тут вот патология. Это так пусто. И на любом моменте из самых любимых сноу-патрул со щечек теплыми губами. Не у меня прям странная ты. Мой друг это будет. Поэтому оставлю этот год превратиться в том, чтобы мое сердце было достаточно знать вкус. Пусть поцелуев любимого и серьги от группы сумасшедший магазинчик Чаёв Ти Эн Ти. Где-то вызывает комок в любимый паблик моего словаря. Люблю тебя. Я куда старше своих лет, но потом передумала и вылила всё вокруг. Стала. Ввысь. Наступила осень. Любовь моя ежедневная фраза. No comments. Анна Кулик. Это приятно, когда любимый чай с подругой в проект. Вот. Это типа анализ моих стрессов в таких вот стишках. На самом деле это убийственно. Вот. И сейчас я сначала не сразу поняла, почему я выписала это. Но потом вспомнила. Ну, прикольно так на память выставлять. Это скетч. Тоже разговаривали. И какие-то фразы смешные получились. И потом всё вот это образовалось в один скетч. И я это выписала. И придумала такие вот строчки. Типа. Куакай. Куакай. Ты зануда, ещё куакай. То есть какой должно было бы слово. И получился ошибкой. Куакай. Вот. Боевой ключ зануды. Типа парень зануда, которого зовут Куакай. Вот. Потом просто записи всякие разные. Когда мой парень на тот момент был в Германии. Да. Вот. Потом Шерлок, конечно же. Блин, какая классная ручка у меня была. Просто. Вообще. Супер. Сейчас у меня такой нету. Вот ещё один скетч. Тоже из разговоров родился. Вот такой вот скетч. Это запись о том, что я что-то сделала. И писал, что типа пусть меня судят. Вот такой вот скетч. Да. Тоже из разговоров родился. Гномех. Эх, сказал Гномех. Вот. Ну, прикольно. Мне кажется, очень ярко. Сюда очень классно ложилась краска вообще. Это было задание в институте, когда ещё училась на дизайне. Там нужно было нарисовать свою визитку. И я нарисовала вот такую вот. Но мне сказали, что надо нарисовать маленькую. И мне потом пришлось её перерисовывать в таком маленьком размере. Но, в принципе, я на фотошопе её уменьшила. И оставила вот такую вот свою оригинальную визитку. Тигровый кит. И мне до сих пор нравится этот дизайн. Затем здесь запись о том, как мы ходили на Годзиллу. Трамвай ещё 14 рублей стоил. Вот. И 15 мая это было, да. В 15-15 по 150 рублей. Очень классный фильм. Просто обожаю Годзиллу. Потом такие вот записи. Картинки очень нравятся. Мне всегда казалось, что это Бенедикет. Очень похож на Шерлока здесь. Я даже написала, всегда казалось, что это Шерлок. Потом недоделанный пост. Здесь просто киты вклеены. Здесь тоже неоформленная страница. Это очень прикольно. И здесь тоже не сделано. Тут я рисовала какую-то девушку, которая должна была на остановке стоять. Тут просто рамка. Я что-то в ней хотела писать. Вот. Вот такая маленькая. Мне пришлось переделать вот до такого размера её. Ну, тоже прикольно, мне кажется, вышло. Так. Здесь у меня самое бичевание. Моя любимая рестрация тоже. Потом какие-то шоу-стозаписи. Во! Классная тоже зарисовка. Это с фотографией я рисовала. Такие вот здесь гусики. Типа... Ты придурок! Что? Что? Да, потом тоже какие-то рисовки. Здесь мой парень на тот момент. Вот. Это его фотографии с поездки. Я их сюда приклеила. У меня тогда ещё брендер работал. Да. Тут наши личные фотки. И здесь тоже. Здесь Шерлок из журнала. Здесь то, как я ходила на нервы. Потом ходила в кино на Мстителя. Он туда вышел. Да. И... Руки вверх. Затем... С обложки все звёзды Бенедикт. Кресло наше старое я перерисовывала без карандаша. Просто на бум. Быстро-быстро зарисовка была. Малетей, кажется, открытка или нет. Не помню, если честно. Затем... Такие вот маленькие зарисовки. Мне зуб делали. Маклепки. Здесь живые... Ну, как живые? Засушенные цветы. Вот, оклеенные скотчем. Вот. Тоже собирала их, я тоже даже не помню. Тоже очень нравятся вот эти скетчи. Очень прикольные. Вот эти вот я люблю. Картинки запечатанные. Кролик очень классный. Здесь Джон. Здесь Дайенерис. В душе, знаете ли, я себя не обманываю. Я знаю, что я не гений. Гений это, например, Арт Дейтум. Или Чарли Паркер. Меня дают этих парней, как до луны. А я так уж случилась. Просто могу делать кое-что по мелочи. И делаю это хорошо. Крэй Чарльз. Тоже выроски всякие. По-моему, этого кита мне кто-то присылал. Тоже здесь выроски. И здесь тоже классно. Мне нравятся эти иллюстрации. Вообще так очень. Вот эти очень классные иллюстрации. Это те вещи, которые мне нравятся. И я бы хотела себе такие. Мне кажется, я раньше интереснее. Управлял дневники, если честно. Вот. Ой. Здесь такие огромные... Истамблера распечатки. Да. Типа. У нас вот поездок. Вот. В Москву. Как мы получали визу. Вот. Тут очень много фоток. Да-да-да. Всякие рядные фотки. Вот. Тоже нравятся вообще. Классная бумага здесь. Так вообще очень классная крестка ложится. Тоже нравятся вот это. А это лаки синие, которые у меня были вообще. Все мои лаки. Кролики. Любимые. Август тоже начался. Тоже классная иллюстрация. Так вот. Просто всякие узелочки. Такое существо. Это, кажется, была какая-то игрушка прошлая. Я ее нарисовала. Есть Соя. Ты знаешь историю болезни? Все эти песни, книги, пластинки, посвященные нашим мечтам. Я стоптала не одни пластинки, гуляя по чужим снам. Я просто очередной вечно молодой парень, кричащий в очередном октябре, что бумага способна обернуть самый большой камень, помните, как в детстве... ...как в детской игре. Так вот. Здесь просто приятная бумага у меня лежит. Тут конверт. Так, сейчас. В конверте тоже какие-то мелочи. Да. Всякие салфетки, всякие буклеты, фотографии с сумреками там есть. Это тот ластик, в котором я так и не участвовала. Потом, что это у нас здесь. Это черепашки не нельзя. Это одна из самых убийственных иллюстраций от Насты Инкиных комиксов про кота. Вот. Тоже нравится эта иллюстрация. Фотографии. Ещё одна виноватая стресса. Здесь билитик. Тоже очень много фото всяких. Такая. Вот ещё одна фотография. Рассвета. Сентябрь уже. Это просто смешные картинки, которые... ...очень меня разрушили. Бурзик, пойми. Без своих бубенчиков нам будет лучше. Смешная. Ну, и всё. Да, и здесь оставалось вот ещё столько страниц. Но писать было уже неудобно. Вот. Потому что здесь очень много уже бумаги. Поэтому вот так вот получилось. Не знаю, почему я сделала эту страницу. Видимо, я что-то хотела здесь написать. Здесь, кажется, маркером или фломастером. Просто я сделала. О, маркером. Вот. Так что получился вот такой вот дневник. Мне кажется, он самый классный из всех моих дневников. Вот. Но... Наверное, последний был похож на этот. Вот. Так что, надеюсь, вам понравилось это видео. Всех субтитров обнимаю. Целую. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok